Сегодня жизнь человека без телефона представить очень сложно и даже поверить в то, что когда-то все начиналось с деревянной трубки, которую необходимо было приставлять то к уху, то к рту, тоже нелегко. Устройство первой в мире трубки было простым, но поговорить с помощью него было возможно, находясь на расстоянии не более 10 километров друг от друга. Это устройство придумал и запатентовал Александр Белл, американский изобретатель в 1876 году. Что он собой представлял? Громоздкий деревянный ящик с трубкой и с ручкой, который надо было крутить, вырабатывать ток. Таким образом электричество подавало сигналы на коммутатор, специально такую установку. На коммутаторе зажигалась лампочка и барышня, то есть девушка, которая там сидела, соединяла вас с необходимым абонентом. На выставке в Рязанском Кремле представлены телефоны начала 20 века, производства компаний «Эриксон» и «Красная заря». Самые первые появились в Рязани в 1898 году. Если Рязань брать, опять же, то в 1898 году уже было 40 абонентов в городе работало. В основном это были, конечно, госучреждения различные. И лишь только у губернатора 15 самых именитых граждан города были квартирные телефоны. К революции мы уже пришли, было абонентов около 350. Также на выставке представлена коллекция советских аппаратов 40-х, 80-х годов и современных сотовых телефонов начала 21 века. Посетители смогут увидеть фотографии телефонизации Рязани, телефонограммы, списки абонентов городской телефонной сети, телефонный коммутатор, наушники, телефонные справочники и записные телефонные книжки. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова